Субтитры создавал DimaTorzok Диана Грациотова и его подругу во время драки парня повалили на землю и стали его избивать ногами, в результате чего он получил сотрясение мозга. Однако Вячеславу удалось достать имевшийся у него нож и ранить одного из нападавших в живот. Рана оказалась серьезнее, чем казалось поначалу, и тот скончался. Мы сидели здесь на чашей фонтана. Собственно, здесь все и произошло. Вот здесь они к нам подошли и завязали с нами перепалку словесную. Повалили тебя на землю первыми и начали бить ногами? Один торчев толкнулся в Ко на меня, тот завалил меня на землю и начал бить. То есть ты лежал где-то здесь, да, я так понимаю? Ну, примерно. Где-то здесь. Или стараешься забыть сейчас? Я стараюсь не проходить здесь. Стараюсь держаться подальше с твоего места. И, ну, если прохожу, то как-то в обход. Судебный процесс длился семь лет. В оправдательный приговор зачитали 10 мая. У потерпевшей стороны теперь есть полгода на подачу касационной жалобы. Я надеюсь, что у второй стороны хватит ума и не подавать в касацию, потому что, ну, это просто бессмысленно говорить на белое-черное, а на черное-белое. Искажать вообще факты, говорить о том, что со мной была огромная девочка, которая била двух пьяных хулиганов и вообще моей жизни ничего не угрожало. И драка была якобы обоюдная. Но это глупо и бессмысленно. Я надеюсь, что вот мое дело, оправдание, вот мое, оправдательный приговор по моему делу станет как-то очком для каких-то изменений в нашей системе. Я надеюсь, что это позволит судьям выносить оправдательные приговоры вот в таких вот делах, когда люди действительно защищались, когда люди действительно невиновны. И в Одесской области мужчину убили за долги перед работниками стройки. Об исчезновении 47-летнего жителя Лиманского района в полицию сообщил его родной брат. Мужчина указал, что два дня назад его родственник на автомобиле Ауди А6 выехал из дому и с ним пропала связь. В тот же день полицейские в Николаевской области обнаружили автомобиль со следами крови в салоне и багажнике. Через несколько часов правоохранители нашли и самого преступника. Он рассказал, что убил неприятеля из-за того, что тот, будучи прорабом на стройке, задолжал ему зарплату. Расправился с жертвой убийцы весьма жестоко, нанес несколько ударов молотком по голове. Делать теперь расследует по статье «Умышленное убийство». Чтобы скрыть следы преступления, он закопал труп в одной из лесопосадок в районе села Фонтанка. В настоящее время по указанному факту открытого уголовного производства по статье 115 Уголовного кодекса Украины проводятся неотложные следственно-оперативные действия. Указанный злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. ОБЛОСТНАЯ ПОЛИЦИЯ Кроме того, у наркодилеров изъяли тротиловые шашки, пластид, 12 боевых гранат с запалами и множество боеприпасов различного калибра. Все члены банды подозреваются сразу по пяти статьям Уголовного кодекса, которые предусматривают до 10 лет лишения свободы. И в Одессе зоозащитники создали специальные группы из активистов, которые будут курсировать по улицам города. Волонтеры будут искать бездомных животных, состояние здоровья которых вызывает у них опасения. В данной ситуации речь идет не только о котах, собаках, лошадях. Будут учитываться и интересы рептилий, крокодилов, которых замотанными пастями скотчем носят по пляжам для фотографий, всех остальных животных. Рейды начнутся уже в самое ближайшее время. Мэр Одессы поручил чиновникам разработать график таких проверок с указанием времени проведения и адресов. На следующей неделе к этой работе приступит соответствующая комиссия. Никакая собака, никакой кролик, котик, курочка и псенчик не напишет заявление в полицию. Поэтому, первое, это неравнодушие. Проходя мимо и застав такой случай жестокого обращения, либо его последствия, обязательно, обязательно сразу мы звоним в полицию. Дальше вам нужно будет звонить в службу отлова, чтобы они забрали тело животного, если, к сожалению, это уже тело животного. Если животное осталось живо, тогда нужно свидетельствование ветеринарного врача. Потому что без заключения врача, либо без заключения экспертизы, мы ничего не проведем по статье 299 Уголовного кодекса жестокое обращение с животными. Борьбой с аграрным рейдерством задались в правительстве. Премьер Владимир Гройсман поддержал инициативу Минюста по созданию оперативных штабов. И теперь компания воплощает на практике. Глав обладминистрации обязали каждые 2 недели предоставлять правительству оперативную информацию о ситуации в аграрной сфере. А до 15 ноября губернаторы должны подготовить полноценные отчеты. В Одесском регионе тоже создали мобильный групп, который начинает работать уже с этой недели. По работе нашей мобильной группы мы будем планировать работу мобильной группы не редче, чем один раз на два недели. На территории области будут работать три мобильные группы, которые также будут уезжать на места. Вони будут сформованы из работников правоохранных органов, Минюсту, аграрного сектора, органов влады, обладминистрации. По необходимости, где никого необходимо, мы будем залучать. Вони будут уезжать на места, где безусловно будут заниматься этими вопросами. Первый рабочий выезд Одесской мобильной антирейдерской группы запланирован в Татарбунары. Оттуда поступила информация о возможном захвате урожая. Я хочу сказать и обратиться также к гражданству. Если имеют факты, где-то погрешение их прав, их требований, других вопросов, они в змозе обратиться к облады администрации. Ну а мы, отверто и правильно должны реагировать, чтобы навести порядок в этом направлении. Инициировал создание оперативных штабов министр юстиции Украины Павел Петренко после того, как съездил в Херсонскую и Николаевскую области. Первые группы появились в Херсоне 3 августа. И около 500 человек планируют принять участие в воскресном марше равенства в Одессе. Пройдут представители сексуальных меньшинств от Воронцовского переулка до здания мэрии на Думской площади. Само шествие состоится в рамках ЛГБТ-фестиваля, Одесса Прайд-2017, который стартовал 9 августа. Организаторы утверждают, что смогли договориться об обеспечении сотрудниками полиции безопасности во время шествия. Все участники марша перед стартом пройдут специальную пропускную систему. Лозунг фестиваля в этом году – безопасность, равенство, разнообразие – Одесса – город будущего. Организаторы Прайда даже призывают городских чиновников в следующем году присоединиться к их инициативе. Нам было очень печально слышать и читать письма, когда мы приглашали присоединиться к нам наших иностранных гостей. Один из первых вопросов, который они задавали, это был вопрос, а насколько город безопасен, а насколько мы можем рассчитывать на поддержку полиции, а насколько город гомофобен и так далее. Прага, Нью-Йорк, Тель-Авив – это города, которые в годовом своем бюджете обозначают планируемые поступления именно от такого мероприятия, как прайд недели, который проходит в этих городах. Лондон, Берлин. Одесский дворец спорта закроют на ремонт. Произойдет это в октябре. Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы. Займется реконструкцией спортивной арены проектный институт «Одесский промстройпроект». Сейчас там готовят проектно-сметную документацию. В рамках реконструкции дворца спорта, в частности, планируется ремонт купола демонстрационного зала, оборудование смотровой площадки и коммуникации. Также предлагается расширить подъездную дорожку слева от строения и сделать возможным проезд автобуса. Слева и справа обустроят парковки и установят цветники в форме полос. Также предусмотрено новое освещение, в том числе для подсветки фасада дворца спорта. К началу следующего года года ремонт планируют завершить. В апреле спортивное сооружение примет чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниоров. И в Одессе открылась выставка картин в стиле объемной живописи «Четыре стихии». Их автор Юлия Лислия – британка с одесскими корнями. В родном городе она представила свои работы впервые. Разные стихии художник изобразила в виде цветов. Таким образом, она призвала беречь окружающую среду. Для меня лично очень важна экология нашей земли, защита животных и другие важные темы для нашего существования. И теннисистка-одеситка Элина Светолина разгромила экс-первую ракетку мира «Винас Вильямс» и вышла в четвертьфинал турнира «Роджерс Кап» в Торонто. Одеситка победила опытную американку со счетом 6-2-6-1. Поединок длился около часа. На счету украинки 5 эйсов и одна двойная ошибка. Это была вторая очная встреча между теннисистками. Первую два года назад в Риме выиграла «Вильямс». Следующей соперницей Светолиной станет чемпионка Уимблдона, испанка Горбенье Мугуруса, с которой у Элины счет личных встреч 3-3. Добавлю, что первая ракетка Украины впервые сыграет в четвертьфинале «Роджерс Кап» в Канаде. На счету украинки в этом сезоне уже два титула на турнирах категории WTA в Дубае и Риме. И хороших вам выходных вместе с репортером. Отдыхайте, наслаждайтесь летом. Счастливо, увидимся.